В этом году у нас выезжало 30 поисковых отрядов, 296 человек из 11 районов нашего Тарстана. Нашли и похоронили останки 190 человек. Ценнейшие находки – медальоны 22 солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Восемь уже удалось прочитать. Таков результат весенних поисковых экспедиций, рассказывает Александр Коноплев. Он и сам поисковик с 37-летним стажем. За это время нашел останки более тысячи солдат. Они были пропавшими без вести. Мы взяли у всех ДНК на экспертизу. Сейчас будет исследовательская большая работа по идентификации этих бойцов. Ребята нашли ложку с инициалами. Они по донесению смотрят. Возможно, этот человек подходит. Надо сделать экспертизу. Ищутся родственники, делать экспертиза. Экспертизы сейчас не всегда получаются, потому что в связи с санкциями химия перестала поступать. Мы столкнулись с такой проблемой. Война не окончена, пока не найден последний солдат. Наряду с татарстанскими ребятами активно работают поисковые отряды Ленинградской, Смоленской, Курской, Нижегородской областей. Найти медальон – большая удача, говорят они. А прочитать его – просто счастье. Сегодня им на помощь приходят новейшие технологии. Именно о них и будут говорить на Всероссийской конференции. На четыре дня Казань станет местом встречи поисковых отрядов России. Главная тема – научные подходы в поиске солдат. Важно не просто найти, говорят специалисты, поднять тело, соблюдая анатомические и археологические правила, воссоздать фото солдата по останкам черепа, прочитать почти утраченный текст, найти родственников по анализу ДНК. Ульяновский поисковик передал, что нашли останки солдата, и при нем был кошелек. В этом кошельке бумаги. Увидел, что это справка, выданная Казанским госпиталем Тимургалиеву Зигангарию из Кукморского района, из деревни Кошкино. И таких счастливых находок немало. В дни конференции поисковики передадут медальоны двух бойцов их семьям. Теперь из списка без вести пропавших вычеркнут имена красноармейцев Александра Меньшова из Мензелинска и Зарифулы Бекмульлина из Камского устья. Еще одним знаковым событием станет выставка «Небо Родины». Представлены фрагменты самолетов, например, Пе-2, которые мы доставали с 20-метровой глубины, с озера Средневаинское, под Мурманском тоже. Тоже судьба экипажа вся уникальна, интересна, потому что сейчас за эти годы удалось найти родственников всех троих членов экипажа. Кульминацией конференции станет презентация 11-го тома книги «Имена из солдатских медальонов». В них увековечено более 23 тысяч имен воинов советской армии.